Самый главный вопрос, что происходит сейчас в экономике, с экономикой России, и что будет происходить в ближайшем будущем? Ну, с экономикой за этот месяц, в общем, не происходит каких-то сильно глобальных изменений. Причина очень простая, потому что любая экономика, в том числе такая экономика большая, как Россия, она имеет очень длинный цикл включения и выключения. Поэтому сейчас есть только правовестники таких, каких-то более серьезных изменений. Но если мы говорим даже по ряду товаров и услуг, которые исчезают, например, сахар – это проблема больше логистическая, потому что, будем объективно, с сахаром никто не ожидал. Многие предполагали, но расчеты были не очень верны в том, что будет закупка этого консерванта и поставщика эндорфинов в гражданский организм так быстро, что люди начнут скупать. Да, есть проблемы с пищей, бумагой, еще какие-то локальные по лекарствам, но все это пока только такая история про будущее. Ключевой вопрос – это блокирование логистических цепочек. Ну, господин Мантуров сказал, что логистические цепочки перестроятся в течение 3-6 месяцев. Я пока слабо себе представляю, что он подразумевает, потому что здесь есть две антивоенные операционные коалиции. Одна частная, а одна государственная. И частная антивоенная операционная коалиция действует достаточно эффективно. И вопрос, насколько она будет дальше эффективна, насколько там не появятся штрейкбрехеры, ну, вот в этой области лежит. Но компания «Майерск» – это компания серьезная. Даже вопрос не в том, что кто-то попытается заместить ее поставки, вернее, не ее поставки, а поставки контейнеров и же с ним, логистическую какую-то цепочку. Вопрос в том, что компания «Майерск» имеет еще, как говорится, и институциональный вес на этом рынке. И пытаться работать со страной, находящейся в территориальном конфликте. В общем, не каждый отважится, скажем прямо. С какими товарами дальше будет напряженка? Что будет исчезать из магазинов? Оно медленно будет. Оно еще, я говорю, что первый даже этап еще не начался. То есть сейчас то, что мы видим, это нулевой этап. Скупки какие-то первичные, да, первичные, подчеркиваю, изменения начнутся с 10, ну там в промежутке 10-20 апреля. В первую очередь это, конечно, будут лекарства и так называемые, соответственно, продукты фреш-группы, потому что они в первую очередь страдают от разрыва именно логистики, разрыва поставок. Ближе к концу апреля многие компании, в том числе и такие монстры, скажем так, работ, ну, скажем, металлургически, энергетически могут столкнуться с тем, что у них ряд поставок и ряд платежей встанет на инкасс, то бишь на взыскание, потому что цена товара возросла, ну, то бишь ингредиентов в их, скажем, конечном продукте самого товара нет, поставок нет, достать это не представляется возможно. Даже лихорадочные попытки сейчас найти что-то в Индии или в Китае, в любом случае, логистика Индии и Китая это история длинная, и Китай, в общем-то, не дурак, он как раз главный выгодоприобретатель в этой системе координат, он будет забирать Сибирь, Дальний Восток за то, что мы еще ему заплатим за эти все истории, поэтому это процесс длинный. Первые изменения, я говорю, раньше там, конца апреля ждать, ну, бессмысленно. Боржа, долго-долго поворачивающаяся боржа. И здесь вопрос как раз к двум коалициям, насколько долго они эти коалиции смогут удерживать или они будут расколоть. Что касается Китая, то какие сейчас шаги будут предпринимать? Появляется информация, что будут скупать активы по бросовым ценам? Ну, надо разделить, значит, активы по бросовым ценам, значит, когда открывается биржа, первое, биржа никогда не закрывалась, потому что это абсолютная иллюзия, что есть только российская биржа. Скажем так, российский фондовый рынок даже в лучшие свои времена не представлял из себя особо ничего интересного. Это была всегда какая-то такая почкованная, но между собой история. И говорить о том, что он там значим, ну, это иллюзия. Если кому-то что-то надо было скупить, в том числе китайским компаниям, в общем, они имели это прекрасную возможность делать на международных биржах. Собственно говоря, что они и сделали. Другое дело, что на всех биржах оборачиваются неконтрольные пакеты. И сейчас входить в управление не имеет смысл только с точки зрения покупки акций. Сейчас как раз имеет смысл входить в управление с точки зрения предложения денег. С учетом того, что российские компании, в общем, отрезаны от своей валютной выручки, искусственно отрезаны, инвестиционные программы нужно продолжать, то, соответственно, как раз появление на горизонте в каждой переговорной помните всех крупных, там, вот этих 100, там, 400, там, 14 семей переговорщиков из Китая, совершенно разумный подход. И им будет все отдаваться практически за бесценок. Причина очень простая. Промышленные предприятия нуждаются в постоянном обновлении оборудования ЗИП и ниже СНИ. То есть невозможно ни одно промышленное предприятие оставить без, в первую очередь, технологической оснастки. А для покупки технологической оснастки нужны деньги и технологии, скажем честно. И то, и другое. Китай, понятно, что это, скорее всего, деньги у него он может предоставить условно свои, а именно технологии он будет брать именно обходным путем. И за счет этого он будет входить в советы директоров, ставя своих контрольных лиц, советы директоров, получая на прокладки российские или российско-китайские доли. Поэтому экспансия китайцев будет достаточно понятна, как она будет развиваться. Америка будет бить Китай по рукам в данном случае? Нет. Почему? Нет. Тут есть два фактора. Первое – это то, что для Америки, в общем-то, этот конфликт достаточно далеко. Во-вторых, у Америки не так много ресурсов. Тут ключевой вопрос, ну, с первого дня я говорю, что если… Это проблема, проблема Европы. Проблема этого конфликта – это проблема маленьких европейских государств. Ну, то есть в очередной раз, ну, на мой взгляд, НАТО показало вообще… Ну, то есть я всегда говорю уже многие годы, еще до этого конфликта, я говорил о том, что НАТО – это третья остановка после Брюссельского аэропорта. Абсолютно бездарная, ничемная организация, которая максимум, что может называться, выпускать коммуники и поставлять, как это, пистолеты и патроны, в лучшем случае. А в современных действиях они не в состоянии в современных ресурсах работать. Поэтому Соединенным Штатам для них это вся история. Поскольку, поскольку слишком долго надо будет растягивать Штатам ресурсы, та будут выпускаться в коммунике, будет там грозно пальчиком говорить Джо Байден, товарищу Си. Но у них же давнее противостояние, поэтому здесь, соответственно, и Китай-то не просто так Тайвань пытается подхватить, потому что ему нужна прокладка, ну, в частных случаях это обычно компанию регистрируют, а тут Китаю крайне важно поджать под себя Тайвань, чтобы через него делать всю грязь, все операции, которые есть. Насколько Китай захочет в это вписываться, ну, ему пока вот этот конфликт очень выгоден. Это самый большой выгодоприобретатель вне зависимости от чего бы то ни было. Китаю выгодно ослабление России? Китаю выгодно. Ему неинтересна Россия как такова. Ему интересна территория, ресурс, который он может здесь. Ему абсолютно по барабану. Не может быть ослабление России. Китай там в 16 раз мощнее России. Что ему здесь, чего ослаблять? Для него Россия это даже не корм, это пыль под ногами. Подвернулся отличный случай забрать все не просто за бесценок, а еще сами принесут и еще на блюдчике с голубой каемочкой. Так что сейчас для Китая прямо идеальная ситуация. Что будет с автомобильной отраслью? Потому что сейчас появляется уже сообщение о том, что в корпоративный отпуск отправляют сотрудников. Что будет дальше? Ну, ключевой здесь вопрос, конечно же, это не столько там производства автомобилей, хотя это вызывает целую цепочку, потому что смежные производства тоже останавливаются. Ключевой вопрос это отсутствие покупателей. Я скажу не про автомобильную отрасль, я скажу про отрасль, которая всем понятна. В ряде торговых центров трафик упал на 75%. Почему это напрямую связано? Потому что люди, находясь абсолютно в шоковом состоянии, плюс ко всему, уйдя в так называемый корпоративный отпуск, они перестали посещать заведения, так скажем, где они покупали раньше товары услуги. Это сразу вызывает коллапс всех сопутствующих отраслей. Машину-то технически купить можно, в Иран можно завести машину. Другое дело, что ее завозят единицы, в основном это как-то генералы, проститутки и штабные крысы. Поэтому, в общем, мы идем по этой же логике. У нас, в общем, машиной будет владеть, ну, пока мы идем по логике, соответственно, в Кубе тоже есть машины, да, это в основном при абсолютно антиамериканской логике, абсолютно всегда это американская машина. Вот, поэтому мы вот медленно, но верно идем в ту сторону. Но тоже надо учитывать, что мы всего лишь, как бы это не мерзотно звучало, всего лишь месяц, больше месяца проходит эта спецоперация, как оно не принято говорить. Поэтому экономика долгая, длинная, она будет еще очень долго существовать, как бы это кому-то не хотелось. Вы сравниваете положение России с положением Ирана сейчас, и я слышала такое же сравнение от Савельева, министра транспорта. Что будет с самолетной отраслью, с самолетостроением, с авиаперевозками внутри России, за рубеж? За рубеж летать мы не будем, нам некуда летать. Все, что касается перелетов в России, ключевой вопрос, кто будет летать, если денег нет? Перевозки в России и так были, в общем-то, достаточно как-то дороговаты для среднеарифметического гражданина. И теперь куда он полетит? Куба, Мальдивы. Понятно, что летает не среднестатистический россиянин, но, скажем так, элита летала прекрасно и в Кубу, и на Мальдивы, и в Азию, и Бали, и Таинланд, и остальные направления не европейские. Это был так называемый средний класс. Средний класс сейчас падает в обычную нищету, и он будет находиться здесь, он как раз самый попавший с точки зрения того, что произошло. Он, с одной стороны, очень европейский, условно говоря, настроенный, но те меры ограничения, которые приняты, они в первую очередь ударили и бьют по среднему классу. Это то же самое, что ограничение вот этих карточек и всего остального. То есть я понимаю то, что делает частная в данном случае антивоенно-операционная коалиция, но при этом, при всем, многие решения, ну, они достаточно бестолковые и бьют ровно не в ту сторону. То есть это непонимание, поскольку я вот общаюсь когда с европейскими политиками или там европейскими телеканалами, я понимаю, что они не понимали и не понимают, как управляется Россия, что она никогда не управлялась там мифологическими олигархами, не управлялась никакими там народными протестами, она управлялась условными генерал-лейтенантами, просто находящимися в спящей фазе. И следующая фаза, которая нас ожидает с точки зрения управления, это, конечно, как-то, как я в свое время снял, ну, такой подкаст, который называется «Не хотели семи банкирщину получить трех генерал-лейтенантчиков». Мы, собственно говоря, в эту сторону дрейфуем прямо. Ну, то есть власти ведет себя нерационально, потому что у меня есть такая, как это рубрика «Советы идеального зла», и я всегда говорю, что то, что делает власть, она на сегодняшний день, она свергает себя покруче любой оппозиции. Как бизнесу в этих условиях выживать? Ну, тут зависит от... Или никак, с матовой судочки, как говорит Евгений Чичваркин, чемодан, вокзал, Лондон, ну, не все же так могут и хотят. Нет, никто, никто это не может. Это иллюзия, что все туда могут сдернуться. Даже при самой проклятой диктатуре всегда будет выпечка булочек, холи ногтей и все остальное. Поэтому мелкий бизнес сдохнет, на его месте появится другой мелкий бизнес. Средний бизнес сдохнет больше, но какой-то часть его останется, потому что, ну, окончательно он не разорится. Крупняк подсдуется, ну, переформатируется, перейдет под контроль, там, китайцев тоже останется. Ну, то есть экономика просядет процентов на, там, 20-30 стандартные какие-нибудь, но при этом она тоже останется. Поэтому как будет выживать бизнес, ну, выживет он. Экономика есть, я говорю, подчеркиваю, даже в Сомали. Ну, просто другое дело, какого уровня. То есть не будет такого, что здесь будет выжженное поле ни при каких обстоятельствах. Но это будет, да, это деградационная экономика. Как она должна быть по-другому? То есть тут нету каких-то иллюзий. Нет выжженных полей здесь не будет. Вы ожидаете каких-то хороших новостей в ближайшее время? Ну, только если на первых страницах центральная пресса, как в старом еврейском анекдате. Все только, мне кажется, что все только просматривают передовицу государственных СМИ.